добрый вечер мои хорошие добро пожаловать на мой канал спасибо что вы у меня есть это у меня будет как блок рассказывать чуть-чуть про себя что хотела вам рассказать я только что хоть что-то съела потому что меня от нервов тошнит поэтому но честно говоря мне уже все все равно что должно быть у меня и голова болит даже таблетки не помогают не от того что мы разойдемся еще что-то да будут трудности например квартиру и еще что-то но еще хочу не хочу об этом подумать но самое главное надо думать о здоровье потому что здоровье это самое главное если нет здоровья ты не сможешь ничего делать или что хотела вам рассказать сегодня должна была прийти его дочь она не захотела прийти ну и его мама забрала ее короче старшему сыну она каждые там выходные ездит к нему короче но она ее забрала туда но мне все равно но так как он мне сказал что если моя дочь не будет ходить я тобой разведусь пускай разводится я честно говоря подумала идти сама подавать на развод и сделать все короче и продать квартиру и к черту но есть одно но если я сейчас пойду подам сама на развод я должна платить и если я продам квартиру то тоже я должна короче налог платить где-то 18000 евро поэтому я не буду этого все делать если он захочет пускай идет подает на развод сам все за все платит и если он хочет продать квартиру пускай тоже сам плотит 18 тысяч так что такие дела мне честно говоря не так обидно как малая на меня крикнула ну я тоже дура не надо было вообще ничего не говорить но я как бы по хорошему сказала насчет того что на школу не ходить я не вижу в этом ничего плохого раз я все покупаю и все делаю я думаю что я на это имею право как нормальный человек ну будем знать но дело в том что не в этом суть суть в том что он унизил меня возле своей дочери десятилетней и она этим как бы выиграла как бы в том плане что мой папа за меня если б я что-то плохое сделала да я бы сказала заслужила но я иногда себя виню из-за того что ну зачем ты сказал алина зачем зачем ну так что должно было быть она кто знал шел так получится и плохо в том что я когда просила у него пускать твою мама даже останется со мной не захотел короче ладно это все к черту это все уже прошло но я сейчас вам расскажу одну историю это было три года назад такая же сама ситуация была и у меня не защитил вот том что у меня болит я думала что если первый раз не защитил второй раз не защитил третий раз защитить но это все уронил я уже сама должна думать о своей работе о своем все на ноги встать и когда уже на ноги встану уже если будет все у меня хорошо тогда уже подумать что что делать мне сейчас именно в этот данный момент еще не время потому что я хочу сыну документы делать короче чтоб он работал он нервничает он мучается мне его жалко потому что он уже здесь почти десять лет и он без документов он хочет работать он хочет зарабатывать деньги поэтому я должна все как-то но унижаться я не буду но отношения те что были уже не буду потому что у меня как бы страх того что у меня нету такого человека за спиной чтоб меня защищал и чтоб он за меня за горой стоял вот в чем проблема что у меня начинаются депрессии но я вам сейчас расскажу одну историю что случилось три года назад когда мы сидели в баре короче ну там была брата жена брат его мама его дочь и я ну когда покушали короче я с братом его заплатили все пиццу ели ну пиво пиво выпили я много не пила потому что мне нельзя пить много и ну и тут короче он меня переревновал там хозяину бара потому что тот что-то сказал я ему просто сказала говорю если тебе что не нравится встань и ему скажи то он начал меня унижать и плохие слова говорить и меня это сбесило и никто ничего не говорил что хватит ему да хватит не надо возле ребенка такие слова говорить ничего не говори дома разберетесь нет все молчали и он меня оскорблял оскорблял я позвала хозяина бара я в решет и хотел этим сказать горит то ничего я просто сказал если тебе понравилась пицца я тебе могу просто показать как делается а я ему говорю ну если ты мужик стани ему просто скажи а давай я твоей жене покажу как пицца делается это шо ты хочешь чтоб я с ним дрался ты хочешь короче дракать горит а нет смотри я ему сказала он ответил ладно когда он начал продолжать оскорблять я ему просто сказала то закрой рот и не начинай тут его дочь крыкнула на меня ей тогда было семь лет и она мне сказала ты никто чтоб моему отцу типа закрывать рот я делаю вид что не слышу ее и он начал продолжать я обратно короче начала говорить а сможешь закрыть рот и дома поговорим короче а он когда выпивший был ему же рот не закроешь и обратно его дочь сказала мне то ты кто такая чтобы уж так моему отцу говорить но никто ничего не сказал даже ребенку там чё ты мешайся тут взрослые ну хотя бы если я была бы например их не мести да я бы взяла ребенка или бы ему сказала так здесь ребенок такие слова не говори ну короче когда я крикнула уже на нее и сказала то ты очень маленькая чтоб на меня кричать и тут взрослые разговаривают в это время скачивает брата жена но наша со мной не разговаривает уже три года и мне начала говорить то ты кто такая что ты мою девочку так крикнула короче и все они напали на меня получается его мама она иван короче когда с бара вышли они все собрались начали там все сукаться меня оставили одной но я поднялась домой и обратно у меня была вот эта истерика мне было очень плохо мне ужасно я поднялась и сказала если он поднимется домой у нас дома будет большой скандал а чтоб избежать скандала я думала я его сегодня просто не пущу домой потому что он выпивший и завтра поговорим а он короче пришел я ему говорю идеи завтра поговорим о ней как он выпивший он не слушал меня а я просто не хотела скандала но и тут короче он звонит короче брата жене и говорит чтоб она с ним поднялась но они начали тарабанить дверь стучать открой это его квартира открой но я им нормально говорю идите завтра поговорим ну короче они вызвали полицию сказали что он хозяин этого дома тоже а его не пускают но когда полиция по ним на не поднялись они мне говорят это же его тоже квартира говорю да а что ты не хочешь чтоб он поднялся но я ему объяснила и сказала что я не хочу чтоб он поднялся потому что он выпивший и я не хочу скандала я ему сказала приходи завтра ну и короче у меня тут начинается истерика короче у меня все накапливается депрессия истерика короче я не могу вот это успокоиться они вызывают скорую помощь они вызывают скорую помощь меня скорая помощь собирает но все-таки он поднялся и он остался как заходишь дверь там есть комната и он остался там спать и мой бедный ребенок короче когда меня скоро я забрала он сзади скорой бежал и плакал он думал что меня забрали не не выпустят он бедный так испугался что начал звонить своему отцу просить помощи с украины потом одному другу в украину и этот друг не целый вот это мне еще телефон забрали и все когда меня выпустили я уже телефон видела что мне даже с украины звонили спрашивали что случилось вот представьте себе я такая дура что мой ребенок рыдал мой ребенок страдал он даже не встал чтобы успокоить и сказать серёжа не плачь вот сейчас и там уколят ей успокоит там да дадут таблетки и вы но она придет домой он бедный так страдал так страдал но когда мне уже пять утра выпустили из больницы короче но они посмотрели вы не думайте что я дурная или еще что то просто я не хочу чтобы никто не болел этим короче депрессия это очень плохая вещь когда человек попадает депрессию получается начинается вот это нервы и не хочешь жить и хочешь себе больно делать короче и как бы ты и чувствуешь себя одинокой да как я себя почувствую и в это время ты хочешь себе сделать что-то плохое и ничего не сказал и когда я вышла с больницы позвонила сыну сказала что все хорошо что меня забрали короче другое место я не хотела домой ехать сказала иди ложись спать я завтра приду ну и получается мне когда забрали в больницу мне дали мне сильно развалилась голова никак не могла успокоить ну короче они мне дали успокаивающие короче таблетку от головы да и когда я успокоилась меня короче и пустили домой я пришла домой но после этого тоже когда я его маме звоню и сказать вы думаете это нормально вы я так за вами ухаживала за вами так смотрела они возле тебя звонят полицию и ты разрешаешь ты мне говоришь пошли домой завтра придем и поговорим ну короче этот осадок у меня до сих пор в сердце но как-то он просил прощение плакал просит я думала что такого не будет ну короче я ошиблась я ошиблась я все жизнь хотела иметь мужика который будет за горой стоять защищать меня и они как тряпка не просто не повезло в жизнь но самое главное не расстраиваюсь иметь здоровье а иметь здоровье это чтобы всяким пустякам короче не нервничать я сейчас обратно начал успокоительные пить чтоб смог ну чтоб смогла работать потому что без успокоительного мне просто на работу тянет и меня все трусит как бы я не могу работать в общем девочки вот такие дела спасибо что вы у меня есть напишите комментарии поддержите меня я благодарна вам за все и спасибо большое что вы потихоньку подписывайтесь я вас всех люблю целую и пока